старики играет в бинго а с вами фламинго привет народ продолжаем играть kingdom come проходить и как видите я уже приоделся немножечко у меня появился меч лонгина стартовом снаряжении где его получить и когда быть я сделал отдельный ролик чуть попозже не надо еще доснять некоторые моменты и озвучить это все значит на чем и закончить мы закончили в ужасе у священника мы узнали что любишь кстати погиб так к слову кстати говоря погиб мы это видели в прошлой серии у священника после запоя ночью мы узнали что с ним был то есть они по сути не виноваты они хотели просто обворовать найхов а другая группа которая с ними была она хотела еще и разграбить и убить всех вот они то есть они поссорились разделились и теперь нам надо добраться в ледичка чтобы узнать у некого некая его вонючки что ну кого кто виноват как ну и как дальше действует то есть вот туда мы сейчас и отправимся пока кстати занимался вот этими делами находил себе с на снаряжение нужное мне мне встретился еще прикольный странствующий рыцарь а трусливый трусливый рыцарь который пытался со мной подраться ради славы или ради женщины как он сказал сейчас вы можете видеть эту вставку естественно я отговорился но отговорился не из-за того что стрёмно было с ним драться я уже в тот момент был вот в полу топовые топовые экипировки для начала и мне бы не составил труда убить его просто неохота было как-то убивать его сразу его в итоге переубедил все-таки мы играем за рыцаря не за токсика кого-то там который бегает всех убивает это кстати поля по вам да я по полю бегу ну ладно неважно то есть я переубедил его и такой дистанта и мы мирно разошлись я его послал искать сначала женщину драться он решил из-за того что ему мама так сказал у нас мама сказала что теперь вот значит мы добрались в ледичка нам надо найти некоего вонючку есть какое-то задание здесь быстрое перемещение теперь так давай у крестьянки как с ужас и прокатит у нас к крестьянки просто спросим может быть она знает где я могу найти давай сразу не просим на нем что ты можешь сказать об этом и диннеки не общение не общение не хочет общаться войну почему нет вот споху компании понял отец дима как-то и так потому что кожевник понятно оба не мыльницы это шлюха раньше было до чего же люди я понял то есть мы можем спросить что мы выглядеть всякая оооо адель адель не адель с отцом вонючки выследи вонючку стой девка из купальниц который встречался вонючика ну мы раз уж ближе к отцу давай с отцом сразу поговорим а вот кожевник Я нашел службу, пан Рыцарь. Хенек появится дома раз в сто лет. Давай прегради Муру, твой сын попал в серьезные неприятности, и я пытаюсь им помочь, и мое терпение почти на исходе. Если ты начнешь отвечать на мои вопросы, то это всем облегчит ситуацию. Я думал, поверишь, что ты хочешь помочь Генеку? Веришь, ты прорываешь и забышься о Генеке, но не уплевать, что случится с тобой, все ясно. К дьяволу я не собираюсь принимать побои, вместо этого недотепа. Справедливо. Не так? Куда он отправлялся? Лучше скажи мне что-то полезное. Ты точно не хочешь пустую потратить мое время? Хенек делает немного денег на стороне, от поучения. Он спрашивал мне несколько раз о том, что он нашел в лесах. Но он никогда не рассказал мне, где оно. Ну, это не много, чтобы идти. Лучше, чем ничего. Спасибо. Тебе нет догадок, где может быть его убежище? Как так? У него были гроши, потому что он с ними. Ты знаешь, кому он ее продавал? Нет. Но ин-карч, мы опять. Конечно, это могло быть для меня. Хорошо. Я спросил в ин-карч, тогда. Угу. Короче, мне надо, значит. Что еще ты знаешь? Я знаю, что он с тобой об этом не говорил. Он должен был что-то заметить. Сколько времени он проводил ее дома? Что он носил? Как он выглядел, когда взросел? Что-нибудь еще? Поцарапанный ежевикой, покрытый листьями и грязью. Он не сгибает ему. Так что мы, наверное, пошли через длинные деревья, чтобы приехать в этот место. Я думаю, что что я знаю? Угу. Понятно. Я хочу рассказать вам о вашем хинеке. Я очень busy, поэтому сделай это быстро. Кто его друзья, кстати? В деревне никто с ним не общается. Может быть. С плафомой женщину не платит, так что должно быть, он ходил в купальню. Ну, пойдем, значит. Мне надо к ней все-таки, да? Это кто такая? Крестьянка. Пойдем тогда к этой девушке. Девушке? Будем называть ее плохим словом. К карчмарю можно еще зайти, кстати. И к девке из купальни можно зайти. Ну, мне кажется, вряд ли девка знает, где он. Давай к карчмарю сначала залетим. А, это стрельбище тут. Точка перехода, а вот карчма. Бесстрашный Хонза. Кто это? Как стеянин. А хозяин карчмы где? Вот. А, игрок из ленечка. А вот карчмар. Давай спросим. Хинек. А, а кто другой. Он ничего не делал с ленечкой. Он лишь отпугнул покупателей. Правильно? Я слышал с ним другое. Я слышал, что у вас было вообще дети. Ты вообще кто такой? Друг Гинек. Он пропал, мне нужно его найти. Я не знаю, где он. Если ты найдешь мерзавца, скажи ему, что он до сих пор должен на товар. Я думаю, мы можем договориться. И сколько? Другой, как сейчас я сплатил ему вперед за пять зайцев. А, ему именно дичь нужна, то есть деньги его не интересует. Я понял, нет, тогда не надо. Блин, я опять не то нажал случайно. Ладно. У него надо выполнять дополнительные задания, я понял. Так, а где у нас купальня? Купальня. Купальня. Вон купальня, вход. Ход в купальне здесь. И кто это? Хозяйка Маруш. Чего меня обокрали? У меня с ним не прокатит. А, я, потому что я, наверное, грязный, да? Нет, я не грязный, меня не обокрали. У меня не обокрали. Вот она, ну, у меня. Адела. Во. Здравствуйте. Что ты нуждешь? Я слышал, что ты встречал с сыном кожевым как Гиноком. И что? Ты пришел мне проповедовать, а? Что я распутенся, грешность, что я соблазняю достойных парней. Боже, нет. Ничего подобного. Ты просто единственный в деревне, кто видел с Гинком, так что я пришел уже спросить. Ага, я видел его чтенько, но я не знаю, что я могу вам сказать. Когда ты увидел тебя? Немного дня назад. Он пришел к мне поздно в вечеринке. Друнок. А это было необычно? Я никогда не видел его много. Он всегда пришел к мне соберем. Так что он действовал странно в вечеринке? Он был странно. Пару дней назад она его выставила. Где я могу найти его? Я не видел его в деревне в несколько дней. Ты должен был уйти в лесу. Он сбежал в лес? Ты не делаешь? В час до часа. Что за что он пришел туда? Я не знаю. Я не знаю. Да знаешь ты все. Я не знаю, что ты хочешь для меня. Так что Хинек не имеет ничего, что делать с этими людьми. И иногда он уходит в лес. И что? Да ничего. Он не просто так. Что он сказал в вечеринке? Ты помнишь что-нибудь из сказанного? Ох. Я не знаю. Он пошел к парню по имени Любош, который уже погиб. А тот умер. Да. Затем он сожалел, что вообще этого все не знал. Но он никогда не сказал, что это было. И что это не было для денег. Я. И тогда он говорил о денег. Это было очень странно. Что он говорил об этом? Что он говорил об этом? Просто, что он у него был в его доме. Что? Я понимаю. Что ты говорил об этом? Что я говорил? Он был пуплен. Он 계속 говорил, что я была хорошая девушка, и другие харлоты не ходят с ним даже за деньги. И если я хотел, я мог бы даже взять половину денег и уйти. Или он бы ходил с меня и мы могли бы взрослым. И так. Ох. Просто поппикоп. Хм. 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 Я сказал, что вонючки в тайнике спрятаны гроши, зарыты под западным углом дома за кожевиной мастерской. Западный угол дома. Это сзади меня прям. За кожевиной мастерской. Ну и тут нет ничего. А, вот здесь. Вот оно где. Какой же это угол дома? Это не угол дома. Никто не видит все равно. Почему украсть? О, гроши. Тоже заберем. Ну, тут ничего нет в итоге. Мне все равно нужно дичь искать. Ладно, поехали. Будем искать дичь. Эй, кто там? У тебя нет никакого понятия, где он может идти? Я реально не знаю ничего о том. Я могу понять, когда он пришел из него. Что это? Потому что каждый раз он бросает в тюрьму, в тюрьму, в тюрьму. Я сейчас уже провалил. Да. Понятно. Спрятанный гроши. Что можешь сказать о грошах, которые я нашел спрятан у тебя за домом? Какие гроши? О чем ты толкуешь? Да. У меня есть арっстый, когда он потом увидел. Вы же притягиваете. Я не знаю ничего о том. И я не знаю ничего о том, что ты тоже не знаешь. И что они узнают? Конечно, ты знаешь ничего о том, что вам нанесли. Какое толкозноеchine. Что ты сказал? Смотри на домом. Смотри на домом. Смотри на домом. Скажу, как ты разухнулся в твоей обе. Все равно, я не сфиксируешь не думал о том, что он приходит. Как это приходит? Ему заплатили за нападение на кобыле и конюшневое кофе. Он и его дружки перерезали лошадей, конюшенов и даже... Даже пана. Практически наверняка. Хотя бы о грошах. Циничный ты скот. Давай догадку свою, я проверю. Это я уже слышал. Давай дальше. Не много, но это лучше, чем ничего. Спасибо. Ладно. Но этого мало все равно. Мне все равно надо дичь искать, тогда этот мне скажет, карчмар скажет мне, где находится у него убежище. Поехали. У меня стрелы есть, в принципе. Угу. 12 штук. 60 кроликов надо набрать. Конечно, да. Здорово, как говорится. Прямо на холм, наверное. Или куда? Тут еще очень много мест не исследованных, на самом деле. Ну, это, наверное, все... Да, это все торговцы, наверное. Купец. Бакалейщик. Куда нам пройти надо? В какую сторону? Ну да, вот сюда, наверное. Здесь как раз лес рядом. Пойду кроликов ловить. Зря кроликов. Хотя они бы не дожили до этого момента, наверное. Да, наверное. Самотежские леса. А, этот раунд. Я алхимический стол рядышком. Понял. Нет, тут нету. К сожалению. Но я не найду. Мне надо чисто эти, наверное, кроликов искать. Я думал, может быть, все рандомно. Сейчас побегу куда-то и найду укрытие. Его нифига не работает, к сожалению. Да и кроликов-то я особо не видел, на самом деле. Сейчас туда направо пойдем. Стоп. Что-то идет. Странно. Так. Дровосеки, что ли, деревья рубят? Я. Ладно, погнали. Вот сюда направо. Направо, в смысле, по карте направо. Лагерь. Вот это уже интересно. Такого лагеря. Я он здесь быть не может. Причем это как бы не лагерь. Ротаевские леса и тоже. Надо, кстати, еще мясо песику добыть тоже бы не помешало. Интересное место, но я не смогу заломать сложное. Уровень взлома, думаю, сложный. Так, мне там... Я забыл совсем. А, уровень прокачался. Очков не дали. Не понял. Сколько у меня отмычек? Двенадцать. Давай я одну попробую. А, ну да, он мне даже не даст заломать. Понимаю. Буду его качать. Блин, а кролики где на самом-то деле? А, вон кролик. Ну я кривой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, это будет долго определенно. Собака, ты мне кролика испугала. Тупая псина. Блин, чуть-чуть не попал. Вместо охоты на косуль. Да мне не нужны косуль, мне нужны кролики. Господи, ну я же попал. Он прям в него стрела залетела. Ну а я не попал, потому что собака моя тупорылая бежит вперед. Он еще так странно бегает. Очень трудно попасть с непрокачанным луком, с плохим луком. Вон попал, неужели. О, он мне сам его принесет. Ай, господи, это лошадь, как я испугался. Да, похвалим его. Так, заяц есть, стрелу заберем. И в итоге я одного заяца только нашел. Давай к ноге пойдем, а вот еще один. У меня нет стрел, да? Одна. Я двенадцать стрел на одного кролика отстрелял. Вот это я молодец. О, попал. Давай неси сюда. Другие экипируем. По крайней мере. Блин. Плохо. Очень плохо. Нам точнее стрелять. Так, зайца сюда и стрелу сюда. Одной стрелой будем довольствоваться сейчас по ходу. Че значит? Украденные. Почему украденные? 3660. Так, погнали дальше искать кроликов. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне? сейчас испугает и его надо это придумал прям а он через елки пробежал прикольно попал лично почему она считается краденом если написано обобрать когда она у него в зубах его отбираю и пишет что краденая как я его убила моя собака о псарь готовы еще один до минимум на еще один кстати да зато уж собака появилась есть пес у него послушность 100 ничего себе быстро как я там 55 было когда я пса себе нашел было 55 очков это я в один раз погладил стал 55 наверное по дефолту 50 было вижу вижу господи но сейчас пугается вонючая собака блять почему ты все руинишь хожу стрелы забираю за тебя тут тут еще кто-то я стрелял сюда хорошо не сломались блин не так стрел нету на ты прикалываешься я бы мог но я бы с первого разу мог попасть я да он просто криворукий ничего не могу сделать опять господи какой ты конченый пес эти ненавижу стой тут пожалуйста я тебя умоляю я сказал от к ноге давай к ноге пожалуйста он принеси давай я пока новые умения себе изучу охота можете выдирать клыки у некоторых животных извлекать рога из некоторых животных я даже не знаю что мне полезней и наверно пока не буду даже качать ничего потому что вдруг потом понадобится ну да я понял что ты этого сделать не можешь спасибо все поехали назад 60 дичи ему принес садимся погнали интересно мест могут не забыть съездить туда полетели обратно отдадим ему эту дичь остальное кстати можно скормить пусу когда у него уменьшится и на кюсер у меня дичь есть у меня даром 90 деймон об этом хочу узнать где он не совсем темное место пещера или старая шахта маслом без шкур берегу немного в сторону дороги ведущий от кузинцы на запад затем есть штольник восток под деревню лесу над скалами я слышу что есть еще шахта на незапахнутом мысу я понял вот у нас он переносил для чего я спрашиваю здесь нет огромного спроса чтобы купать если нет или дичь идет расход ой ну конечно да не давай знаешь как наверное сначала сюда по дороге здесь выйдем на правую свернем сюда пойдем на д сначала на право вверх потому что она одна там принципе я думаю не составит труда добежать уже до 1 и вернуться не так долго а вот где две там уже надо будет чуть подольше посидеть получается пойдет что-нибудь интересненько надо рассказать по поводу пса кстати его можно сразу взять с собой после того как ты просто пролога выходишь по-моему да сразу его можно взять ты после пролога выходишь подходишь к терезе спрашиваете по что за пес откуда она говорит ну как ты не можешь вспомнить что тот пес который был к мяснику привязан скалится мясника же убили собака его охраняло когда там парень пытался его покрасить уже забыл как его зовут вот и говорит мол не могу его держать потому что так и так вот дядя мельник ругается говорит что он тварь даже когда охотится на этих на кроликов приносит кроликов ему это не понравилось типа вот она предложила взять мне его там можно было отказаться конечно но я согласился а ничего нет странно я думаю что будет ладно поехали дальше вот и с того момента у меня появился пес кстати это кто попали засаду ага да пошел ты а нет я не могу убежать да деритесь или сдавайтесь опять пёс дайте дайте отойти ну что это такое я ничего вы не вытащить не могу вообще ничего псина тупая вообще ничего нельзя в битвия ну что Cause To какие то просто ничего невозможно меня трое бьют из стороны в сторону ты ничего сделать не можешь вот когда в такие засады попадаешь вот для чего они сделаны я не понимаю я в топовая для начала брони с хорошим мечом которым я могу владеть ага я еще и здесь появился в это в это казино Еб***ься можно Бл***ь Ой, господи Ой, б***ь А почему я не сохранился? Кто-нибудь мне скажет? Ясно Вопрос Нет Вопрос 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 Тут клево, классный домик здесь. Ой. Не знаю, я заехал. Тратаевские леса, тут как-то далековато от Ротайна. Ах, хотя нет, нормально, как раз тут. Сердюшка, ручеек этот. Нет, оно здесь не залезет, к сожалению. А жаль. Все-таки лагерь дровосеков до начала сгоняем. Два дровосеки. Дровосек малина, опа, почему малина? Доброе утро, тогда. Что ты имеешь в виду? Рикки как какой-то жаркий хеджок, всегда скрытая в деревьях. И так как нежно. Так что ты его видишь там часто? Больше, чем мы его не видим. Немного дня назад. Он пришел в вечер, хорошо в его кубах. Может быть, уехал в где-то и уехал в голову, за все, что я знаю. Так что он пошел в деревьях? Да, как всегда. Я слышал, что Рикки уехал в деревьях где-то. Знаешь, где он? Да, я думаю, что я был там когда-то. Ты думаешь, что это я? Ты был там или не был там? Ну, ну, я и Хинек, что-то и уехал в длине. И в руках мы не был. Ихинек, что-то уехал в лес. Хинек, что-то он, что-то в деревьях. И в деревьях. Но ты поменялся что-то? Что-то это. Те, что-то это, что-то ты, которые-то вы прошли. Да, я могу сказать вам точно. Мы пошли от этого хана, в полны к земле, где-то по-шему-паду. А у них есть ли-то, где-то, где-то, где-то не было уехал. У нас есть ли-то, что-то, что-то-то, Что? Быстрее можно, пожалуйста? Старая, что ли? Я понял, где это. Пусть начинает зубная граница просеки, на которой находится лагерь дровосек. Это все-таки ешка. Я понял, почему малина. Потому что он красный, как малина. И бухает вечно. Так, да. Как раз таки вот сюда мы... Сюда? Да, сюда мы ее бежим. Так, вниз до упавшего дерева. А, так вот что-то такое щелкает. Так. 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 Две надо взять. Не буду я следовать его этим, я уже понял, где. Вот оно. Пещера. Блин, сохранится, чтобы больше сюда не ходить. Сколько у меня, кстати, спасительных шнапсов-то осталось? Здесь три штуки. Блин, слушай. Я даже не знаю. На самом-то деле. Пещера. Так. Ладно. Давай не будем. Попробуем сохраняться. Пещера. Ну да, здесь можно понять, что рядом кожевник тоже. Потому что у него кожа вон. вонючка. 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 Звучит. Вонючка. Вонючка. Я смотрю за тот хрон, который везет Нойхофа. Где я их вижу? У меня есть. Вонючка. Где? Передушка, рассказь мне. Я не знаю. Я никогда не был там. Так как ты знаешь об этом? Кто вам сказал? Мой парень. Тимми. Работает на мельнице возле Мархоедов, если только они его уже не прикончили. Они его ранили, да? Что-то случилось? Кратышка и его люди, они меня нашли. Люди-кратышки в Нойхоффе, это было адовое место. Мы не хотели убивать никого, но они дикари. Мы бежали, смылись. Ну да, там понятно. Блин, что-то жалко его. А где они? Не знает. Да, Пета знает. Пета. Надо найти его друга Пета и что мне делать? Помни, пожалуйста. Тебе уже не помочь, ты заслужил свою судьбу. Мой приятель Пета. Блин, я даже не знаю, как поступить в нем. Распроси на мельнице насчет Пета. Что выберем? То, что ему уже не помочь? Да. Уже поздно на самом деле, он там что-то же весь в крови. Я знаю, как он. Уйти в лучший мир, прошу. Анимация висит, что-то у него. Это не картинка, кстати, висит. Если что, это анимация висит. Нет. Ничего им не сделать надо. Что-то засунулось. Хранится, можно, кстати. Ох! Он сам умер. Блин. Сори, мужик Жаль очень тебя, конечно Жаль, конечно Это мы продадим Это мы тоже продадим О, хлеб Да и яблоки тоже заберем 7-8 грошей Ну, блин, реально, ну заслужил Что тебе Даже несмотря на то, что они сбежали Зачем они пошли вообще С этими дураками Ничего, почему Не кто-то там встретит В общем, мы Наткнулись на На этого, как его Не с головы вылетело Как его зовут Про пэта я понял Вонючку, на вонючку Вот, я все имя вспоминал Я прозвищ их помнил, все имя вспоминал Нашли вонючку Кстати, было не так трудно его найти На самом деле Особенно, когда меня раз убили И повторно пришлось проходить Это все, это прям вообще клево Вот Пока что остановимся, наверное, на этом На мельницу Для Распроса о пэто Мы пойдем в следующий раз А пока Мы сейчас здесь приляжем Наверное, отдохнем Сколько времени, кстати А, нет, еще день Тогда не приляжем Тогда я просто, да Выйду, сохранюсь И В следующей серии мы продолжим Пойдем на Мельницу И там уже посмотрим Про пэта И развязку Я уже хочу наконец-то Увидеть развязку Потому что, как бы Все это потихоньку складывается Все круто Но хочется уже Конца вот этого И что-то новое Дальше пойти проходить Вот А на этом у нас все Спасибо за просмотр Подписки, лайки Комментики По Традиции Которой Которой еще нет Но надо же Когда-то начинать, правильно? Вот Поэтому Давайте там Туда-сюда Палец вверх Вниз Кому что понравилось Не понравилось Всем счастливо Всем пока До следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok